хао бреднолинцы я пивной блогер блог пивная бутылка beer bottle это буковками где пишут и читают и такой же блог на ю тубе пивная бутылка где буковками говорят и говорят кроме того я контрактный пивова пивоварня айди джонс называется ну контрактный значит у меня нет своего производства я там подвариваю где-то там на стороне как цыган цыганский пива дипси брювер основной бренд бастильский портер уже не продается вроде бы да да бывает добывает продается что еще сказать большая большая часть чем занимаешься как я спрашиваю чем занимаешься я пью пью моя работа меня зовут евгений смирнов я консультант сетей пивных магазинов беру выходной бывший царь пива и еще парочку обе сети московские на данный момент у нас 35 магазинов сумме 25 беру выходных и 10 магазинов еще парочку мои функции в компаниях в обеих это центр знаний о пиве технология органолептика стилистика воспитание продавцов общение с пивоварнями учение с потребителем мы приехали сюда сварить пиво предложение ну просто у нас есть планы по сотрудничеству и в рамках этих планов появилась идея сделать какой-нибудь эгегей такой сорт мы немножко подумали посочиняли ну и я предложил мы вернее сошлись на стилистике что это должно быть что-то агрессивно охмеленная я предложил взять модель которую придумали знаменитая американская крафтовой пивоварни док фишкет это да было и пейс непрерывным охмелением вот мы будем кипятить сусло 90 минут и на протяжении 90 минут нон-стопом забрасывать хмель разными долями должно получиться интересно интенсивно крепко мощно горько и надеюсь очень ароматно ну я не могу сказать что в пивоваренье прям попал то что я в пивном ритейле в торговле туда я попал потому что у меня постепенно накопились вопросы о пиве я понял что нигде нет ответов мне пришлось потихонечку собирать информацию самому становиться центром ответов на вопросы о пиве ну вот так вот и и все завертье это долгая история давным-давно коротко в двух словах то сначала я был коллекционером пивной атрибутики коллекционеров поставки бердекеля потом у меня был сайт и сейчас есть сайт пивные новости берньюз потом уже блок завел но так как начал писать про пиво пробовать пиво мне все время ну раз только пробуешь все это там ездишь смотришь ну что-то пиво-то не варишь ну и вот так сложилось что начал варить пиво да и покатился по наклону и и Субтитры сделал DimaTorzok Насколько можно, где-то приглашаю, где-то сам нагло приезжаю Снимаю про пивоварни, говорю с пивоварами, пробуем пиво Это очень интересное такое дело И когда мне сказали, что приезжай в Ростов, давай замутим какой-нибудь коллапчик Женя говорит, что мы будем делать непрерывное охмеление Но почему нет? Я всегда готов Ну вот мы тут И вот теперь мы здесь Так, про ростовское пиво Понравилось Пиво пивоварни Дэвид Да, искренне понравилось Хорошее, аккуратное Из претензий по IPA По горечи Я это уже все изложил А вот из того, что пробовал От других пивоварен То ощущение скорее печальное Есть проблемы Видимо с микробиологией На пивоварнях Есть и не попадание в стиль То есть плохие представления у технологов О том, как собственно Каковы характеристики того стиля, который они пытаются сварить Ну и недоброженность Ну короче, управление брожением тоже требует коррекции Ну отдельно интересно, да Что это такая маленькая бавария российская То есть здесь народ очень сильно любит и ценит пшеничные сорта Да, я первый раз с таким сталкиваюсь Потому что нормой являются светло-ячменные лагеры Во всех регионах Ну а здесь вот какая-то аномалия пшеничная Это прикольно Пшеничного пива мы все тут только два здесь нормальных нашли Остальное все было заявлено Ну да Не являлось таковой Нет, оно было пшеничным, но оно было сделано не туда и не так То есть пшеницу потратили немножко зря Антапт великолепная программа Очень полезная, но доверять ему нельзя Потому что средняя оценка в Антапте это оценка ни о чем Ну скажем так Да, догнали То есть у нас очень много пивоваров Которые варят на мировом уровне Но в абсолютных цифрах, конечно, догонять и догонять Потому что в Америке там до четверти рынка это крафт А в России около одного процента болтается По помидорам мы их перегнали По помидорам? По помидорам их перегнали И по смузикам, скорее всего И по смузикам, да, наверняка Я думаю, что надо ехать туда Потому что, во-первых, чем ближе к месту производства, тем пиво свежее Потому что пока она сюда доедет, она все-таки успевает состариться Но времени обманешь Во-вторых, пиво хорошо в аутентичной обстановке Пиво любит Ройган, да? Ну, просто гораздо прикольнее пить какой-нибудь Староправин на Вацлавской площади Там с местной сосиской Чем в Москве или в Ростове Мне тоже, да, убеждали некоторые люди, что Ну, условный шпатан, который возится к нам Это совсем не тот шпатан Я его пил в Мюнхене, он прям божественный А в Нижнем Новгороде у нас фиговый Небожественный Да, небожественный Я говорю, вот проблема в том, что ты сидишь, пьешь пиво И у тебя из окошка вид Нижнего Новгорода, а не Мюнхена Вот это основная проблема Ну, это в эмоции тоже закладывается, в конце концов Да То есть пиво-то то же самое А вот К величайшему моему сожалению Маркетинг невероятно сильно влияет на вкус пива Самое интересное, что в крафтовом пивоварении В крафтовой теме Маркетинг является более таким вот сильным, чем даже в обычном Когда крафтовая революция свершалась Они говорили, да, что бренд нам не важен, говорили они Мы за вкус пива, а не за бренд говорили они На самом деле, крафтовые потребители, они еще более зависимы от бренда, чем потребитель обычный Обычный он может взять там, сегодня Балтику, а завтра Клинская Ему, если вкус нравится, ему этот бренд уже приевшийся, им все равно Но крафтовые товарищи будут говорить, вот это настоящее, правильное крафтовое пиво То есть достаточно поменять этикетки, и он тут же начнет ругать то пиво, которое он готов был бы хвалить, если бы этикетку не поменяли Нужно серьезно относиться к этому, потому что, ну, давайте посмотрим на другие культуры На вино Испорченный виноград Ну, испорченный виноград из Бургундии, от Пелюни и Монраже Почему-то стоит там в тысячи раз дороже, чем испорченный виноград арбатской полусладкой Но это рынок Товар стоит не столько, сколько за него просит Товар стоит столько, сколько за него готовы платить Есть спрос и на дорогие сорта пива Из чего складывается эта дороговизна? Ну, я имею в виду оверпрайс, не те, которые там вот 200 рублей или 220 рублей А те, которые там 1000 рублей за бутылку, 2-5 Это, ну, это комплексная история Это ручная работа, малые тиражи, знаменитость пивоварни, редкие ингредиенты Ну, все в сумме, какой-нибудь там уникальный винтаж Поэтому, да, надо серьезно к этому относиться И, конечно, здорово, когда ты понимаешь, а за что ты платишь То есть я могу понять себя, когда я там куплю какой-нибудь замечательный американский сезон за полторы тысячи рублей Но я при этом себя не пойму, если я куплю Херцог Ян Сколько он там, 700-800 стоит Ну, надо понимать, что покупая пиво за 1000 рублей И покупая пиво за 100 рублей Ты не получишь в 10 раз больше какого-то вкуса, удовольствия Нет, такого нет Конечно, да, если покупаешь пиво за 30 рублей И покупаешь пиво за 40, или за 70, или за 100 рублей Там будет вот эта градация, что здесь более вкусное, интересное пиво получишь А вот дальше там уже это не работает Правда Это правда, это не мне Это правда Очень люблю этот пример Михаил Яршов, главный пиво в МПК Очень многие эксперименты делает в обычной кастрюльке, стоя возле электрической плитки Ну, это было, сейчас вижу, нормально Нет, он до сих пор, до сих пор некоторые вещи он откатывает прям вот реально в кастрюльке, в резиновых перчатках Из-за всяких там наворотов Я должен сказать да Кто как хочет Ну, на самом деле, конечно, нет Толстеют от еды и от малоподвижного образа жизни И от нарушенного обмена веществ От того, что я слишком много сладкого И всего вот этого вот такого Калорийность пива все-таки простого лагера Вот здесь 42 килокалории на 100 грамм Но если бы я сюда докинул еще там горсть орешков То эти килокалории, по мне, было бы уже 400, а не 40 Так, ну вот мы сварили Пили пиво Теперь дело за дрожжами Еще раз Варили мы двойной индийский бледный эль Называться он будет лихие 90 Понятно, что отсыл куда и почему Но у нас есть две цифры 90 в этом пиве Это 90 Расчетная горечь 90 единиц И время кипячения 90 минут Вот Прокипятили Хмель забросили Теперь нам остается подождать несколько недель брожения И попробовать, что получится Ну, несколько, да Минимум месяц, думаю, полтора Ну и попробовать, что получится Каким оно должно быть По нашему мнению Мощная Довольно светлая Интенсивно горькая И изрядно ароматная Ну, а вечером самолет Да, уже пора, кстати, наверное Скоро собираться Прощаться с Ростовом Лететь домой Все, по Ростову, да И поедем в холодную Москву Где дождь и ветер И прочая мерзость, да И прочая мерзость, да И где пиво нам не нальют Ладно, справимся Подписывайтесь на каналы Всех На канал Дэвис На канал Беру выходной На мой канал Ставьте лайки Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну, да, как обычно Ну, пейте вкусное пиво Не пейте невкусное Просто такое заклинание Постоянное Да, да, да И начинайте разбираться в пиве Да А, убедается Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok